В Ниньском округе завершился трёхдневный межрегиональный форум «Здоровые дети. Здоровая Арктика» с участием специалистов из Архангельска. Речь шла о реализации программы оздоровления детей Крайнего Севера. Форум прошёл при поддержке компании «Лукойл». Программа форума «Здоровые дети. Здоровая Арктика» рассчитана на три дня и включает встречи родителей с врачами, мастер-классы, лекции и научно-практическую конференцию для медработников. Идея проведения форума принадлежит Алексею Каневу, руководителю Совета отцов Ниньицкого автономного округа, куратор проекта, депутат регионального парламента Наталья Кордакова. Непосредственно мы обратились к губернатору, и губернатор поддержал нашу идею. Сегодня проводится такой форум, и очень хорошо, что он получается у нас межрегиональный, потому что приехали доктора с Архангельска, доктора – это кандидаты медицинских наук. Затем очень правильное решение, что мы сегодня подключаем сельские населенные пункты. У нас подключаются Неспеша, Ума, Индика, Харута, Харивер, Кара, Караталька, Великовисочные. По окончании форума будет принята резолюция, которая будет обязательна для исполнения органами власти. От здоровья детей зависит не только их физическое состояние, но и нравственное воспитание, успехи и достижения в будущем. Каждый из нас хотел бы, чтобы наши дети были творческими, одаренными, чтобы они были крепкими физически и спортивными. Но самое главное, мы хотели бы, чтобы наши дети были здоровыми. В ходе научно-практической конференции обсудили факторы, влияющие на здоровье детей. Какие факторы существуют? Их очень много. Но первое, наверное, это холодная страна, вся Россия, она обращена своим фасадом картики. Среднегодовые температуры холодные, они достаточно низкие. И вот холод является визитной карточкой в топе всех факторов, формирующих здоровье. Что уж говорить об арктической зоне с ее неблагоприятными климатическими условиями. Полярными днями и ночами. Нехватка кислорода и витаминов. Все эти условия влияют на состояние здоровья, безусловно. Это крайний север европейской части России. В воде 85% низко-турного округа располагается в северне полярного круга. Это обуславливает то, что здесь находится суп-арктический тип климата. Северо-восточная часть округа вообще находится в арктическом климате. Это, безусловно, от низкой температуры, большой перепад температуры от минус 45 до плюс 30 лет. Часто смена воздушных масс, причина постоянной изменчивости погоды. Например, завтра обещают 27, после завтра уже 8. Фотопериодизм, полярная ночь, полярный день. Все это, безусловно, оказывает влияние на состояние здоровья детей, на организм, на иммунитет. По данным Департамента здравоохранения, на первом месте заболеваний среди школьников – заболевания дыхательной системы, на втором – костно-мышечной, на третьем – заболевания глаз, на четвертом – систему пищеварения. Педиатрическая служба в округе укомплектована врачами почти на 97%. Правда, среди докторов отмечают в профильном ведомстве большой процент совместительства. Получить высокотехнологичную помощь дети из округа имеют возможность в клиниках Архангельска, а также в других регионах за счет средств окружного бюджета. В рамках форума для жителей округа прошли консультации детского кардиолога, аллерголога-иммунолога, детского эндокринолога и диетолога. Кроме того, специалисты из Архангельска провели для медицинских работников мастер-классы по различным направлениям. По результатам научно-практической конференции была принята резолюция, которая ляжет в основу дальнейшей деятельности органов власти и сферы здравоохранения, выздоровления юных жителей Крайнего Севера.